Добрый день, меня зовут Егор Яковлев, и сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Попов. Мы с ним решили обсудить очень интересную тему – национальная и интернациональная в русской революции. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Егор Николаевич. Начнём мы вот с чего. Перед началом эфира, за кадром, мы обсуждали с Михаилом Васильевичем статью Ленина под названием «Ценные признания Петерима Сорокина». Эта статья была опубликована в конце 1918 года и была посвящена примечательному событию. Известный русский философ, член эсеровской партии, член учредительного собрания Петерим Сорокин сложил с себя в конце 1918 года звание члена учредительного собрания, объявил, что прекращает заниматься политикой и будет заниматься исключительно преподавательской и научной деятельностью. И уходит из эсеровской партии. Вот Владимир Ильич Ленин, узнав об этой новости, откликнулся на неё примечательной статьёй, которая, на мой взгляд, многое говорит и о взглядах большевиков на соотношение национального и интернационального в их программе, и на то, почему программа большевиков и сама большевистская партия втянула в орбиту своей политической деятельности огромное число людей, которые вроде бы ни по своему имущественному, ни по своему политическому положению большевикам изначально не сочувствовали. Так вот, чему же посвящена по существу статья Ленина. Ленин говорит, что в эпоху Брестского мира, после заключения Брестского мира прошло уже почти полгода, партия большевиков решительно разошлась с классическим патриотизмом. То есть, патриотизмом в его традиционной трактовке с теми внешними символами, к которым привыкли жители Российской империи во втором десятилетии XX века. И строки этой статьи показывают, что Ленин вполне себе отдавал отчёт, что значительная часть населения России настроена по-старому, по-традиционному, патриотично. Он пишет «Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями обособленных Отечеств». К числу особенно больших, можно сказать, исключительных трудностей нашей пролетарской революции принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения с патриотизмом – полосу Брестского мира. Горечь, озлобление, бешеное негодование, вызванные этим миром, понятны. И само собой разумеется, что мы, марксисты, могли ждать только от сознательного авангарда пролетариата, понимание той истины, что мы приносим и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего интереса всемирной пролетарской революции. Идеологам, не принадлежащим к марксизму и широким массам трудящихся, не принадлежащим к вышкаленному долгой стачечной и революционной школой пролетариатов, ниоткуда было взять ни твёрдого убеждения в назревании этой революции, ни безусловной преданности ей. В лучшем случае наша тактика казалась им фантастикой, фанатизмом, авантюрой, принесением в жертву очевиднейших и реальных интересов сотен миллионов народа, отвлечённой утопической или сомнительной надежде на то, что будет в других странах. А мелкая буржуазия по её экономическому положению более патриотична и по сравнению с буржуазией, и по сравнению с пролетариатом. А вышла так, как мы говорили. Германский империализм, который казался единственным врагом, рухнул. Германская революция, которая казалась гризофарсом, употребляя известное выражение Плеханова, стала фактом. Англо-французский империализм, который фантазией мелкобуржуазных демократов рисовала в виде друга демократии, защитника угнетённых, оказался на деле зверем, навязавшим германской республике и народам Австрии условия хуже брестских, зверем, использующим войска свободных республиканцев, французов и американцев для роли жандармов и палачей, душителей независимости и свободы малых и слабых наций. Всемирная история с беспощадной основательностью и откровенностью разоблачила этот империализм. Русским патриотам, ничего не желавшим знать, кроме непосредственных и по-старому понимаемых выгод своего отечества, факты мировой истории показали, что превращение нашей русской революции в социалистическую было не авантюрой, а необходимостью. Ибо иного выбора не оказалось. Англо-французский и американский империализм неизбежно задушит независимость и свободу России, если не победит всемирная социалистическая революция, всемирный большевизм. Вот такую трактовку событием даёт Владимир Ильич Ленин. И здесь есть ещё одно чрезвычайно важное замечание. Ход мировых событий и жесточайшие уроки Союза всех монархистов России с англо-французским и американским империализмом показывают на деле, что демократическая республика есть буржуазно-демократическая республика, которая уже устарела с точки зрения вопросов, поставленных империализмом в порядок дня истории, что никакого иного выбора нет. Или советская власть побеждает во всех передовых странах мира, или самый реакционный, самый бешеный, душащий все мелкие и слабые народы, восстанавливающий реакцию во всём мире англо-американский империализм, великолепно научившийся использовать форму демократической республики. Середины нет. И последнее замечание из этой статьи, которое Ленин сделал как раз под влиянием ухода Петерима Сорокина от политической деятельности. Ленин делает вывод, что этот уход – это признак поворота целого класса всей мелкой буржуазии, всех патриотично настроенных слоёв населения по отношению к большевикам, потому что под этой призмой именно большевики защищают свободу и независимость России. И, говорит Ленин, мы должны пойти навстречу этим людям, мы должны привлечь их к себе, потому что бесконечно подавлять враждебные нам классы и слои населения невозможно. Мы имеем прочную уже опору в громадном большинстве профессионально организованных пролетариев. Надо уметь привлечь к себе, включить в общую организацию, подчинить общепролетарской дисциплине наименее пролетарские и наиболее мелкобуржуазные слои трудящихся, которые поворачивают к нам. Тут лозунг момента не борьба с ними, а привлечение их, умение наладить воздействие на них, убеждение колеблющихся, использование нейтральных, воспитание тех, кто отстал или совсем недавно ещё начал отделываться от учредиловских или патриотическо-демократических иллюзий. В деревне наша задача уничтожить помещика, слабить сопротивление эксплуататора и спекулянта кулака. Опереться для этого мы можем прочно только на полу пролетариев, на бедноту. Но средний крестьянин нам не враг. Он колебался, колеблется и будет колебаться. Задача воздействия на колеблющихся не одинакова с задачей низвержения эксплуататора и победы над активным врагом. Уметь достигать соглашения с средним крестьянином, ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком – это задача момента, ибо именно теперь поворот в среднем крестьянстве в нашу сторону неизбежен в силу вышеизложенных причин. То же относится и к кустарю, и к ремесленнику, и к рабочему, поставленному в наиболее мелкобуржуазные условия или сохранившему наиболее мелкобуржуазные взгляды, и ко всем служащим, и к офицерам, и в особенности к интеллигенции вообще. Нет сомнения, что в нашей партии нередко замечается неумение использовать поворот среди них, и что это неумение можно и должно преодолеть, превратить его в умение. Вот этот текст представляется мне чрезвычайно важным, потому что он показывает, каким образом мыслили большевики, и благодаря чему им удалось привлечь на свою сторону огромные массы людей, изначально не разделявших их убеждений. Что вы думаете по этому? Я думаю, что то, что вы вот сейчас рассказали и процитировали, я думаю, что это должно быть усвоено именно сейчас для того, чтобы правильно оценить вообще позицию большевиков, позицию Ленина, потому что то, что мы наблюдаем в средствах массовой информации, полно всяких вымыслов, всяких мифов, искажений, вытаскивания или выхватывания отдельных каких-то позиций, отдельных точек зрения, фраз у Ленина и так далее. Я поэтому хотел бы подчеркнуть, что вот эта работа, она находится в контексте других серьезных работ по этому же вопросу. Прежде всего, это и такая фундаментальная статья выбора в учредительное собрание диктатуру пролетариата, где приводятся данные о том, кто и как голосовал на выборах в учредительном собрании, где большевики заняли прочное второе место, а на первом месте стояли вот эти самые мелкобуржуазные демократы, то есть эсэры и меньшевики. Вот, но он, правда, рассматривает разные ситуации. Одно дело в городах, там и в крупнейших промышленных центрах, где большевики явно преобладали. В армии, где тоже во многих случаях большевики преобладали, по крайней мере, половина армии не пошла бы никогда воевать против большевиков. И огромное число людей, которые пока шли за мелкобуржуазными демократами, но там уже, Ленин говорит, мы поставили задачу привлечь на свою сторону. Как только мы возьмем власть, а власть мы не можем взять ту, которая есть, та, которая есть, буржуазная власть, мы и должны разгромить, не оставить камня на камне у государственного аппарата старого. Но это не так надо понимать, что буквально, так сказать, что вы уничтожаете здание, сооружение или разгоняете людей. Нет, это значит, что этот аппарат должен быть подчинен теперь задачам советской власти. А советы, это не такие органы, которые вдруг спешно создаются в связи с вооруженным восстанием. Советы были созданы, как известно, самим рабочим классом еще в 1905 году, потом они снова появились в 1917 году, потом они сначала были сыроменьшевицкие, потом в Ленинграде, в Москве и войсках Северного фронта они стали большевицкими после корниловского мятежа, и после того, как большевики выступили защитой вообще всех демократических ценностей, как сейчас говорят, и демократии, и временного правительства по существу от Корнилова. И тогда уже начался этот поворот к позиции большевиков, и вот опираясь на то, что мелкобуржуазные демократы начали колебаться, и опираясь на прочную позицию в советах, вот эти советы берут власть, сразу же эта власть становится советской, поскольку одновременно проходит второй съезд советов, большевики в своих руках, как говорится, власть не держали ни одного дня. Они через несколько часов передают второму съезду советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и тут Ленин пишет, что тут наша задача состояла в том, о чём вы говорите. Наша задача теперь состояла в том, чтобы привлечь крестьянской России, мелкобуржуазной во многом России, хотя она пятое место имела по уровню производства, по экономическому уровню, то есть она никак не была отсталой страной, но она была слабым звеном в цепи империализма, что нужно теперь привлечь на свою сторону непролетарские трудящиеся массы. С пролетарскими всё ясно, они на стороне люди. Именно непролетарские, а как мы их можем привлечь? А вот мы их можем привлечь именно тем, что мы реализуем то, о чём мечтали эти мелкобуржуазные массы. И сначала мы реализуем путём декрета о земле самую главную мечту мелкой буржуазии сельской, крестьян, это мечту о земле. И мы реализуем тот эсеровский проект, с которым эсеры носились, ничего не сделали для реализации, мешали даже. Да, эсеры очень обиделись на то, что большевики заимствовали их проект, но Ленин… Так всегда бывает, потому что они эти самые собирали наказы, но не собирались их выполнять, а большевики собрались выполнить, и выполнили очень быстро. Раз, и одним из первых декретов был декрет о земле, и он сразу привлёк на свою сторону крестьянина, потому что крестьянин выступал за национализацию, крестьянин выступал за то, чтобы землю разделить по едокам, большевики это проделали и сказали, вот берите землю, делайте всё, а тот же Единикин стал это всё у них отнимать. И тогда крестьянин пошёл воевать уже не за большевиков, уже за землю, за волю, за лучшую долю. И тем самым вот эта часть была привлечена. Кроме того, Ленин говорит, что мы должны всё сделать, имея в руках государственную власть для привлечения других сил. Мы знаем, как большевики привлекали. Большевики для себя сделали парт максимум, то есть вы, если становитесь чиновником государственным, то больше 500 рублей вы не можете получать. То есть вы зарплату получаете больше, но вот сверх 500 – партийную кассу. Поэтому я вот разговаривал с одним довольно пожилым товарищем с железной дороги, который помнит это время. Это давно был этот разговор. Он говорит, вот начальник дороги, член партии, получает 1000 рублей. Главный инженер, не член партии, получает 800 рублей. Вот этот начальник дороги 500 рублей в партийную кассу, он несёт домой 500 рублей, а начальник дороги несёт домой 800 рублей. И поэтому вот такие карьеристы, как это было, так сказать, в Хрущевско-Горбачёвское время, не рвались в партию. Потому что как только ты в партию придёшь, ну, придётся, так сказать, выполнять эту норму парт максимума. А вот для военных, военспецов и других, хозяйственных, специалистов, инженеров, организаторов производства, организаторов тех или иных сфер деятельности, жизни, общества, для них всех, хотя они не были прямыми сторонниками советской власти, тем более они даже враждебно относились изначально к большевикам, для всех, для них было послабление, надо, как говорил Ленин, заплатить за науку, у них наука, давайте за эту науку заплатим, это будут не наши, так сказать, противники, а, может быть, и не сторонники, но они будут нам помогать делать общее дело. То есть, очень был обеспокоен Ленин вот этой задачей привлечь на свою сторону именно непролетарские массы, потому что непролетарские массы могут быть сформированы в войско и пойти, если их возглавит буржуазия, если их не оторвать от буржуазии, они сметут ту самую революцию, которая, как всякая революция, вначале слаба. Да, я вот ставлю замечание, я сейчас читаю очень интересную книгу доктора исторических наук Ганина «Повседневная жизнь генштабистов» при Ленине и Дротском, там собран огромный фактический материал, и вот автор там приводит как раз данные по зарплатам, данные по зарплатам у генштабистов, военспецов, работавших в Красной Армии, были значительно выше, чем даже у партийной элиты и лично у Владимира Ильича Ленина. И автор там задаёт вопрос, можно ли говорить, ну, в шутку задаёт, можно ли говорить о пролетарском государстве, если представители старых классов получают значительно больше. Жизнь их не была, так сказать, намазана мёдом, она была очень суровой, имела много издержек, но тем не менее, что касается материального обеспечения, то советская власть старалась. И здесь ещё можно вспомнить знаменитое письмо Ленина Горькому, которое обычно цитируют выборочно, где Владимир Ильич назвал интеллигенцию известной субстанцией, вы, наверное, помните, да? На самом деле он назвал известной субстанцией только часть интеллигенции, которая не желает нести науку народу, как выразился Ленин. А той интеллигенции, которая желает нести науку, работу, как выразился Ленин, мы как раз он там и отметил, что мы платим выше среднего. Да, и более того, вот можно сказать, что некоторые товарищи уже в наше время тоже, между прочим, не коммунисты и не сторонники Ленина, вот Бушков, например, который написал какие-то две книги «Красный монарх» и «Ледяной трон». Он прямо от первой книги показывает, что состав, квалифицированный состав военных специалистов в большевистской, у большевиков, привлеченных большевиками, был выше, чем в белой армии. Поэтому получилось, что вроде бы как рабочий, с одной стороны, цвет рабочего класса, с другой стороны, цвет армии. Вот, говорит, кто возглавлял Красную армию. Конечно, рабочие там были, комиссары, конечно, рабочие контролировали, но и были, и всегда могут быть измены они во Вторую мировую войну, как известно, были измены, от них никто не застрахован, но в целом Красная армия, вооружённые таким путём, вооружённые не только, так сказать, винтовками, а вооружённые знаниями, без которых невозможно вообще провести серьёзные операции, Красная армия победила белую армию и разбила её на голову. Вот, это вот одна работа. То есть, в ней прямо говорится, вот эта работа, сороковой том, в самом начале идёт, выборы, учредительные собрания, диктатуру патриата. Нам говорят, давайте вы победите в парламенте, а потом тогда берите власть. Нет, говорит, мы сначала возьмём власть, и с помощью этой власти улучшим положение всех вот слоёв трудящихся непролетарских. С пролетарскими, само собой, ясно, улучшим. Но надо обязательно улучшить положение непролетарских масс трудящихся, чтобы не был оторван авангард, иначе он никакой не авангард, он провалится, если он не будет иметь вот такую мощную защиту. И он такую защиту получил, и здесь об этом самом, вот в этой статье идёт речь. Это раз. Во-вторых, иногда, когда говорят о мировой революции и революции в России, то неправильно понимают, что такое революция в России, и неправильно понимают, что такое мировая революция. Я хочу, чтобы было тут совершенно ясно в отношении позиций Ленина, отметить такую известную всем работу, очень актуальную сегодня, «Лозунги Соединённых Штатов Европы». И актуальность в связи с тем, что сейчас эти проблемы связаны с Евросоюзом, с выходом Англии из него, с тем, что там Греция и Испания в роли пасынков, а вроде собирались всё сделать что-то единое и хорошее. Вот Ленин там написал, что этот союз может быть либо невозможен, либо реакционно. Реакционность, это проглядывает. Но в этой работе есть определение мировой революции. В других работах определения вообще их не сразу найдёшь. Это целая эпоха, в ходе которой идёт самые бурные события, бурные потрясения. Революции и контрреволюции. Поэтому, скажем, контрреволюция в России укладывается в понятие мировой революции. Вполне. Революция была, контрреволюция была, укладывается. И революции в различных странах. То есть, тот, кто вообще понимает, что такое революция, даже отвлечёмся от Ленина. Революция – это не скачок, да ещё и не просто скачок, а переворот, и это переход власти от реакционного класса к прогрессивному, он вообще в условиях империализма не может произойти сразу во всех передовых странах. И вот ещё одну статью давайте привлечём принципиального теоретического характера. Это статья, которая называется «Военная программа пролетарской революции». В этой статье Ленин ставит вопрос о том, что Маркс, Энгельс говорили, что революция будет, вот, произойдёт сразу в нескольких передовых странах. И что по этому поводу говорит Ленин? Это, говорит, то, что говорил Маркс и Энгельс, они говорили это в немецкой идеологии, это можно убедиться, прочитать. Это верно было для капитализма свободной конкуренции, когда, так сказать, не было вот этого деления всего мира на куски, когда весь мир поделен, кучка есть крупнейших империалистических держав, которые друг с другом сцепились и ведут борьбу за передел мира. В этих условиях, говорит, возможно только революция в одной стране. И причём социализм может победить в одной отдельной, взятой стране. И это в этой работе написано. И написано это, вот, статья о логике Соединённых Штатов Европы, что в условиях империализма, раз всё, так сказать, развитие неравномерное, и неравномерность теперь касается не отдельных производств, а целых стран, ну невозможно, чтобы в нескольких странах сразу победила революция. Потому что революция требует революционной ситуации, она вызревает, она не может так вызвать одинаково во всех странах. Поэтому здесь вот такие передвижки, хотя неизбежно, хотя вот то, о чём говорится в той статье, которую вы цитировали, ценные признания Петерима Сорокина, здесь же сделаются ссылки на германскую революцию. Её ждали, на неё рассчитывали, надеялись, рассчитывали, но не в том плане, что она обязательно победит, а в том плане, что она поможет, и она помогла. Она помогла денонсировать этот Брестский договор похабный, и тем самым люди поняли, что большевики-то всё правильно рассчитали, что то, что они делали надежду на помощь мирового пролетариата, в том числе и германского, это было правильно, а то, что вот когда на Россию набросилось 14 иностранных государств, в России, как говорится, крышка в этих условиях, если бы не помощь мирового пролетариата. То есть, каждый шаг этих войск, которые иностранных, которые пришли на нашу территорию, так сказать, которые оскорбляли чувство патриотизма, вот такое глубокое и старинное, которое было у всех мелкопрошенных слоёв трудящихся, эти трудящиеся увидели, что движение «Руки просят советской России» заставило прекратить эту войну, и пришлось войну вести гражданскую, гражданскую с теми, кто хотел вернуть свои вековые привилегии, то есть, белогвардейцами, помещиками, капиталистами, а вот, так сказать, иностранцы убрались отсюда и помогали, и из-под тяжка, и доставляли вооружение, припасы и так далее, кому? Белой армии. Поэтому, скажем, ну вот тот русский офицер или генерал, который был патриотом, не в большевистском смысле, и не в ленинском, а патриотом в смысле, что он за родину. Так я за родину, в России есть одно правительство, большевистское, другого правительства нет, я буду ему служить, тем более, что он у деньги платит хорошие. А это им антантам помогает, я антанте служить не буду, и они пошли туда. Ну, всегда находятся люди, которые пойдут, и другие пошли, и вот те, которые пошли, они и проиграли. Они и проиграли, а те, которые пошли в большевикам, те и выиграли. Поэтому вот этот поворот, что вот даже один из крупных таких фигур, как Петерин Сорок, известный философ, социолог, он заявил, что всё, я из эсеровской партии выхожу, политики больше не занимаются, а что, точнее, не занимаются. Всех, кто пассивно себя ведёт, они поддерживают всегда правящую власть. Правящую власть. Поэтому говорят, вот, самые худшие – это беравнодушные. Нет, самые худшие – это враги. А равнодушные – это те люди, которые всегда поддерживают ту власть, которая есть. И раз большевики – это власть. Пусть лучше будут равнодушные, чем они будут в тебя стрелять. В итоге, значит, что мы получаем? Мы получаем, что сама постановка вопроса мировой революции в условиях империализма такова, что это цепь революции. И если уж мы хотим ответить сейчас на вопрос, это была или есть мировая революция? Есть, была. Вот, пожалуйста, за революцией в России сразу, так сказать, перекидываем мостик. Последовали революции, как всегда, после войны, после Второй мировой войны. Где? В Европе. Это Румыния, Болгария, Чехословакия, Югославия, Польша. Так? Дальше. В Китай, в Корее, во Вьетнаме, в Лаосе. То есть, последовали революции, и потом ещё революция на Кубе, совсем в другом месте, на далёком Западе, на Западе уже. Контрреволюция захватила часть, контрреволюция захватила часть европейских стран, ну вот тех, которые, можно сказать, тяжёлых таких революционных войн не вели, и больших трудностей при совершении социалистической революции не испытывали. Ну, а там, где трудно даётся победа, там трудно её и отнять. Поэтому, ну вот невозможно отнять завоевание революции русской революцией, потому что, во-первых, русская революция была поддержана борьбой мирового пролетариата, потому что эту русскую революцию понимали как прорыв вот этой пролетарской армии мировой в одном каком-то месте, в России, с одной стороны. А с другой стороны, ну, возьмите вы теперь любую победившую революцию, и везде след этой пролетарской революции русской присутствует. Так Китаю помогли, всем помогли и японским оружием, и советским оружием, и базами, то есть вот тут он был так около нашей, так сказать, лагерь Мао-Дзэдуна надёжно мог базироваться рядом с советской территорией, и, конечно, это облегчило победу над Гоминьданом. Раз. Корея. Всем известно, что в Корее были наши летчики. Да, летчик-лисицын. Да, и корейский летчик Иван сбил пять американских самолётов. Вот, всем известно, что в Вьетнаме сугубо самостоятельно вьетнамцы вели борьбу. Они её вели беззаветно с 45-го года, и с французами, и с японцами, и с американцами. И они являются тем государством, которое победило Соединённые Штаты Америки, которые в одиночку вообще никого не победили. Кроме того, что они там вот кубинских добровольцев на Гренаде поубивали, потому что они приехали многократно превосходящими силами, подавили то, что там было. И всё, а чем они могут, так сказать, похвалиться с военной точки зрения? Если мы возьмём Кубу, ну и Кубу тоже бы задавили, если бы не поддержку Советского Союза. Единственное, что можно сказать, тут Лаосу, может, непосредственно, так сказать, Советский Союз не помогал, а Советский Союз – это прямое порождение русской революции. И получилось, вот она, мировая революция. Вот так, как описывал Ленин в работе лозунг Соединённых Штатов. Цепь революции и контрреволюции. Вот она идёт. Она идёт, и она продолжается. Она и сейчас идёт. Но эта мировая революция означает, и поддержка её означает, что всякая победа в одной стране должна быть поддержана усилиями пролетариатов всех стран. А как Вы считаете, Михаил Васильевич, в Донецке были элементы мировой революции? В Донецке, я считаю, были элементы борьбы с американским фашизмом. Я думаю, что это самая настоящая антифашистская борьба, и поэтому и не случайно, вот, то, что мы наблюдаем со стороны России, можно сказать, что это вот поддержка антивашистской борьбы. И, ну, в таком же плане, и в таком же ключе, как была со стороны Соединённых Штатов Америки и Великобритании, борьба совместно с Советским Союзом против антигитлерской коалиции. Более того, можно сказать, что вот Россия-то, посмотрите, она для того, чтобы спастись от неименуемого разгрома, если она изолируется от другого края, который связан с Октябрьской революцией. А с каким краем? Вот Китай. Китай имеет 17% валового продукта, Америка имеет 15% валового продукта. Куда надо прививаться? Комбиналистическим странам, тем, которые достаточно крупные, и они не хотят, чтобы их съели. Это Индия, это Бразилия, это Южная Африка, Россия. Куда? К Китаю присоединяться. Поэтому мы всё время так вот думаем, что вот Россия, Россия, да, Россия, это всё вот Китай, это продолжение революции российской, можно сказать, или начатой в России и русской. И мы можем гордиться этими самыми заслугами Китая, потому что это мы вот всё сделали. И потом сейчас чисто экономически, если в Китае вот сейчас планируется 6,5% прирост, а в России в той же самой там 0,08, 0,05 и так далее, а в Америке при всей этой компьютерной революции в экономике мало, как маленькое продвижение. Производительность ура очень низкая. То есть, в сфере IT-технологий сколько угодно, так сказать, много в информационном поле, а в плане экономическом медленно идёт движение. Там идёт загнивание очень большое. Ну и можем мы сказать, что во всём мире падение или кризис? Да нет, во Вьетнаме кризиса нет. Вот Медведев встречается с генеральным сектором, компарсией Вьетнама, мы знаем, что он далеко не близок, так сказать, к коммунизму, а куда деваться, куда прибиваться. И вот что такое БРИКС? БРИКС это и есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Вот они все туда. А иначе их не будет. Иначе не будет то же самое, что с Ливией, что будет с Югославией и так далее. То есть, что получилось, что люди, которые хотят отстоять свою независимость и хотят быть патриотами, то есть, бразильцы, россияне, индийцы должны прибиваться к Китаю. А Китай – это порождение той самой революции, которую мы сегодня обсуждаем. А как Вы считаете, возможно ли выстоять в сопротивлении англо-американскому капитализму, оставаясь на капиталистических рельсах? Я думаю, что в союзе с Китаем, возможно, а без союза с Китаем, я думаю, а Вы думаете, случайно у нас вся есть шанхайская организация сотрудничества, и чего только нет. И вот в этом году Путин поедет туда, а Си Цзяньпинь приедет сюда. Да, то есть, самое тесное, значит, Китай нуждается в защите, и он защиту видит в том, что у нас есть ракетный ядерный щит, от кого он остался, мы тоже не забываем. Это что, порождение Ельцинской эры или это порождение сталинского плана строительства и укрепления социализма? Мы прекрасно понимаем, кто это всё сделал. Или у нас были боеголовки, вот это создано 10, разделяющиеся боеголовок, а сейчас на самой современной, российской, 4. Поэтому мы ещё до этого уровня не дошли, до того, что сделано было при социализме. Поэтому Россия, как она может, так сказать, отрицательно относиться к Октябрьской революции? А если она будет отрицательно относиться к Октябрьской революции, как она будет иметь отношение с Китаем? А не иметь отношение с Китаем она не может, потому что она сама и не устоит, я согласен, не устоит. Поэтому вот то, что мы сейчас наблюдаем, это говорит о том, что вот наше представление, я себе хочу сказать, что я как-то задумался на эту тему, как-то мы неправильно на мир смотрим, всё куда-то мы поворачиваем голову, Америка там кто как отмечает, президентство. Вы посмотрите, как развивается вот этот Восток, Индия как развивается, в Китае, в Китае же 1 миллиард 380 миллионов человек, в Вьетнаме 90 миллионов человек, в Корее 25 миллионов, на Кубе 11 миллионов, в Лаосе ещё 6 миллионов, полтора миллиарда живёт уже при социализме, уже переехали, ну при социализме я веду нас в этапе становления, социализм построен только в Северной Корее, то есть полтора миллиарда уже здесь, а мы по-прежнему так рассуждаем, как будто их нет. Нет, вот теперь без них вообще нельзя ничего рассматривать на мировой арене, вообще ничего. Ну и, я думаю, нам даже приятно, что вот когда ещё Россия, если она занимает, в общем, антифашистскую позицию, Китай её поддерживает. Китай пока самостоятельно не очень на мировой арене хочет выступать, даже в рамках ООН, но он же имеет право вето в Совете Безопасности. Ну вот Россия при Медведеве проголосовала, что в Ливии, я сказать, не будем в это дело вмешиваться и мешать этой интервенции по существу. А что касается вот уже событий сирийских, здесь вот проголосовала Россия против, Китай против, и в этом смысле такой блок существует и политически. А как может такой блок быть политически между буржуазной страной, и страной социалистической? Ну, может быть, по той простой причине, что если буржуазная страна добивается, так сказать, своей самостоятельности, она за патриотизм свой, и надо блокироваться, иначе там его ничтожесть разделят на части, как нам давно объясняли, что у вас слишком много территорий и слишком мало людей. Это как-то нечестно, что у вас очень много территорий, надо как-то это переделить всё. Это впрямую же все заявляют. Вдобавок, есть для этого очень простое орудие. Вдруг объявляют, что ваша страна – изгой. То есть, вы как бы есть, но вы уже как бы и нет. Просто дело времени вас стереть в порошок. То есть, то Ирану это скажут, то Северной Кореи, как вот мы сейчас слышим, что, дескать, вот как это они запустили 4 баллистические ракеты. А потом в конце краткое сообщение, что там проходят манёвры Американо-Евшно-Корейских. Это против кого? Это против Инии, что ли? Или против Японии? Или это против Северной Кореи? А что, Северная Корея должна сидеть и ждать, когда оттуда пойдут войска? А мирный договор подписан? Нет. То есть, пойти войска могут в какой момент? В любой. Я был бы в Пан-Мэнджоне и видел, как там столик стоит посредине, который одна половина на южнокорейской территории, другая на северокорейской. Вот там 17 флажков под флагмон во главе США, а здесь один флажочек стоит в Северной Корее. И они должны, значит, сидеть и ждать, когда их съедят. Они не хотят, чтобы их съели. Их Китай не даст им съесть Корею. И Россия не очень нажимает. Она иногда высказывается, нехорошо так, нехорошо вы себя ведёте. Ну, как вот, если дети ваши немножко так вот шалят, то надо их как-то... Не надо уж говорить, что такое очень здорово. Ну, дескать, вот вы если ракеты в нашем направлении посылаете, ну, это мы не видим, конечно, большой опасностью, ну, лучше не надо. Ну, в общем, вы не видите таких бурных протестов. И когда сюда приезжал Ким Чен Ир на поезде, то товарищ Медведев, который, как вы тоже, ещё раз повторяю, далеко не коммунист, а даже, наверное, антикоммунист. Совсем не коммунист, нет. А даже антикоммунист. Он приехал, встречался, и туда полетел, а тот приехал, они встречались, потому что вот есть общие интересы, есть в этом необходимость. Поэтому я думаю, что вот эта особенность современного мира как раз в том, что он уже не капиталистический. То есть, половина его по-прежнему ещё загнивающий империализм, и загнивает у нас большая часть мира, но в этой части есть такие страны молодые, капиталистические, или желающие быть самостоятельными, стоящие на позициях патриотизма, у которых только единственный способ присоединиться к интернациональной позиции вот тех стран, которые являются социалистичными. А у них у всех интернациональная позиция. А в чём интернациональная позиция? Мы каждую революцию в каждой стране должны поддерживать всеми силами. И мелкая буржуазия в России, как вот выяснилось, она поняла, что расчёт большевиков на поддержку со стороны мирового пролетариата, интернациональный расчёт, вполне согласуется с этим. И совершенно всем понятно, что состоялся совершенно естественный переход от позиции пролетарского интернационализма к тому, что если вот эта позиция дала возможность в одном пункте, в одном пункте грибница была везде, а гриб появился вот здесь. Если гриб появился здесь, надо его и сохранять. И вот надо сохранять. Вот это пытался Ленин растолковать, ему очень трудно было на седьмом съезде РКПБ, потому что левые коммунисты говорят, с Бухариным и прочие это скричали. Нет, идём, и Троцкий идём, значит, зажигать революцию в Европе. Да, говорит Ленин, у нас есть уже готовый вот, уже ребёнок здоровый, родился. А мы, значит, бросим этого ребёнка и будем, значит, как хворост туда кидать, чтобы, сказать, сгорела вся Россия. То есть, у Ленина там ярко-патриотическая позиция, ярко-патриотическая позиция. И он говорит, мы вот своим делом сохранения социалистической Советской Республики делаем для мировой революции гораздо больше, чем если мы взяли и вот и красиво умерли. А нам предлагают красиво умереть. И даже товарищ Дзержинский тоже предлагает. А товарищ Дзержинский говорит, я с Лениным не согласен, я с левыми коммунистами не согласен. Ну, Ленин сказал, что он тогда пойдёт к князам партии и уйдёт из ЦК. Нет, мы без Ленина сейчас не можем, я буду голосовать за Ленина. То есть, он голосовал за Ленина, потому что он понимал, что без Ленина не удержится здесь никакая революция. Но он тоже вот был на этих вот позициях во многом. Ну, а что касается Бухарина и Троцкого, они всегда мировую революцию понимали только так. Она только на Западе может быть. Хотя вот эти все революции, которые сейчас сохранились и которые, между прочим, за собой имеют совершенно славный путь, который неизвестен людям даже в России как следует. Славный путь, какая там была борьба колоссальная в том же Вьетнаме, какая была борьба в Лаосе колоссальная, в той же Корее и в том же Китае. Это всё у нас не на слуху. У нас на слуху, какое платье оделась жена Трампа. Вот нам что интересно. Вот сейчас. Давайте это мы ещё раз посмотрим. И мы думаем, какая будет политика у Трампа. Ну, какая будет? Политика Трампа определяется интересами американской империалистической буржуазии. Такая она и будет. Я думаю, это достаточно. Поэтому изучайте интересы американской империалистической буржуазии, вы узнаете. Поэтому смотрите, что получается. То есть, вот эта позиция социалистического патриотизма, бороться за каждое социалистическое государство и поддерживать её всячески. Она есть и развитие мировой революции, и она поэтому и интернациональна одновременно. Но она не требует отказа от поддержки. Вот скажем, то, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, это создало условия для расширения вообще всего поля. И тот, кто не понимал связи между вот этой патриотической позицией Сталина, продолжение позиции Ленина, большевиков, оппозиция Сталина была очень проста. Ну, написано и сказано, что при империализме революция и социализм может победить, прямо вот лозунги Соединённых Штатов и Европы, так и написано, может победить первоначально в одной отдельно взятой стране. А мировая революция – это цепь таких революций и контрреволюций, и всё то, что происходит, идёт строго по тому, как говорил Ленин. Так что он человек умный, как выяснилось. Хочу небольшую иллюстрацию к нашему диалогу провести. Цитата из очень заслуженного человека, Богдана Константиновича Калчигина, капитана русско-императорской армии, Георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны, который вступил в Красную армию и в течение последующих 25 лет служил там, дослужился до звания генерал-лейтенанта, стал героем также и гражданской, и Великой Отечественной войны, прошёл всю Великую Отечественную. И вот смотрите, как он воспринял Октябрьскую революцию, и что он ставил заслугу большевикам. Это имеет прямую связь с тем, что я тестировал в «Ценах признаний» Петерима Сорокина. «Я не политик, и я ничего в политике не понимаю, но я русский человек, и, конечно, мне дороги интересы моей страны. Большевики – они же собиратели земли русской, продолжатели великого дела Ивана Калиты. Ну что было бы с нашей страной без большевиков? Англичане оттяпали бы Кавказ, японцы – Приморье. Вряд ли сохранились бы в неприкосновенности нашей западной границы. Обкарнали бы нашу матушку Русь. А большевики-то всю нашу землю собирают. Вот поэтому я с большевиками, а с политикой как-нибудь дальше разберемся. Мы очень много говорим об интернационализме, и, конечно, наша революция имеет международное значение. Но посмотрите, как одета наша армия и под каким знаменем она сражается. Это речь идет о гражданской войне. Эти шлемы, которые мы одеваем наших красноармейцев, и эти широкие красные петлицы на шинелях – это же одежда велика княжеской рати, а красное знамя – то самое, под которым русский народ сражался при Калке. Это то знамя, под которым русский народ сверг татарская ига. Так что большевики совсем не забывают, что они являются политической партией русского народа. Но я бы хотел отметить, что существует миф, будто бы эта форма Красной Армии была создана еще в царские времена для парада в Берлине, который якобы хотели провести после победы. Но это такая перестроечная история. На самом деле, это форма именно Красной Армии, и никакого отношения к царским временам она не имеет. Конечно, она не носила этих аллюзий, которые ей приписал георгийский кавалерка Колчигин. Никак не была связана с Битвой Прикалки и с освежением татар-монгольского ига. Но, тем не менее, характерно, что он эти аллюзии увидел. И народ их видел. Поэтому я думаю, что Красная Армия – это была, безусловно, патриотичная армия. Конечно. Игорь Николаевич, я вот как раз имею в виду, что вы прочитали и на что вы обратили внимание, такое внимание Ленина именно не к позиции только рабочего класса, а к позиции непролетарских слоев трудящихся. Вот в том контексте, который Ленин неоднократно поднимал и разъяснял, что вот, и даже очень ехидно критиковал некоторых своих коллег из большевиков и так называемых коммунистов, которые, говорит, которые думают, что вот руками коммунистов можно построить коммунизм. Ленин говорит, это ребячая идея, это чисто ребячая идея, это глупость, что только руками коммунистов можно построить коммунизм. Коммунизм можно построить, так сказать, вот всей массой трудящихся. Поэтому к трудящимся нужно быть архивнимательными, архиосторожными и дружелюбными. И поэтому всё дело для привлечения их на свою сторону. И совсем не обязательно добиваться, чтобы у них были те же самые идеи. И совсем не обязательно, чтобы они входили в коммунистическую партию. А важно, чтобы рабочий класс и коммунистическая партия были окружены массой, не враждебной, а сочувствующей массой. Но для этого надо, для этой массы делать и уважать её чувства, в том числе и чувства патриотизма. Ну и можно сказать, что чувство патриотизма, оно укреплялось по мере развития и вообще становления социализма. А не в гражданскую войну оно укреплялось, оно укреплялось и в отечественной. Если вы говорите о том, насколько оно было глубоко, и то, что оно срослось с коммунистическими лозунгами, даже с значками и символами, то, вот вы сказали, там в Донецке и Луганске. В Донецке и Луганске люди воевали под красными знамёнами, да, и в Донецке и Луганске везде, так сказать, у них символы советские. Почему? Потому что именно вот в советское время, в советское время, вот это действительно было время такого глубокого патриотизма российского. А российское всегда было, так сказать, это чувство многонациональное. Россия всегда была многонациональной страной, и к ней стремились для защиты самые разные национальности, самые разные нации. Поэтому, безусловно, это факт. И понятно, что некоторые сейчас испытывают разочарование в связи с тем, что вот вроде как отгородились мы от украинского фашизма, а вот построить советский строй не удалось, потому что буржуазная Россия не поможет вам построить советский строй. А вот если бы там было своё собственное движение, и соответствующие партии, и соответствующие, так сказать, органы, как советы, я думаю, что тогда бы можно было рассчитывать на поддержку, и в том числе и русского рабочего класса, российского рабочего класса. Поэтому это вот вопрос, который на будущее он остаётся. Если люди думают, что вот вопрос в том, чтобы народ взял в руки оружие, он может взять в руки оружие, ну и будет решать буржуазные задачи. Пока вот в Донецке и Луганске решается задача защитить Россию от вторжения американского фашизма. Я думаю, это тоже очень большая патриотическая задача. А защитить Россию, это значит самим защититься. Это и защита Украины, потому что пока есть Россия, не съедят Украину. Там будут вот колобродить, там будут своих ставленников ставить, там будут пытаться ухудшать, но всё время приходится считаться с наличием России, и вот так бесшабашно уничтожать все завоевания, какие есть там на Украине, и ухудшать положение бесконечно трудящихся нельзя на фоне того, что есть рядом в России. Поэтому я думаю, что вот это движение, которое было и в Луганске, и в Донецке, оно и в этом смысле и в пользу и украинского народа, и украинских трудящихся. Хотя это мало кто понимает. А вот у меня такой вопрос по истории. Вот как вы считаете, Совет экономической взаимопомощи и вообще Восточный блок, это и были те самые, скажем так, Соединённые Штаты Европы и Азии, о которых писал Ленин? Да, можно сказать, что это были, что это возможно при социализме, и это были. Единственное, что, вот, наверное, вы знаете позицию Кореи, она на такое вот разделение труда, при котором у неё нету своих самостоятельных производств, которые позволяют ей самой просуществовать, не пошла. И это вызвало, вот, особенно в хрущёвские времена и позже, и это вызвало некоторое недовольство со стороны руководства Советского Союза. Это уже в те времена, когда Советский Союз находился на этапе перехода коммунизма в капитализм, когда было становление капитализма, которое началось в 61-м году и закончилось в 91-м. Вот, а, поэтому они очень все зависели, в том числе от Советского Союза, и друг от друга, и поэтому, когда Советский Союз начал, так сказать, тонуть, то они утонули вместе с ним. Корея не утонула. Поэтому вот всё-таки при создании, вот, Соединённых Штатов, так говорится, или объединённых государств социалистических, надо, чтобы эти государства были крепкими, и чтобы они имели возможность и самостоятельно сохранять свои какие-то основы, а не превращаться в какие-то придатки к тому, что есть только вот в другом большом государстве. Усложнённая система. Усложнённая система. То есть, надо и то, и другое. Всё, они должны иметь и некий самостоятельный блок, ну и то, что делается по кооперации, как, собственно, и делается в мире. Не думать об этом, не думать о борьбе, это было характерно для Хрущёвского периода. То есть, кончилась якобы классовая борьба, мирное сосуществование, никто нас не, так сказать, не собирается нас душить, никто нас не собирается забирать. То есть, мы считаем, мы складываем все оружие, мы складываем руки, раз нет никакой борьбы. Вот диктатура утрета, как у Ленина в детской болезни левизны определяется, что это упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против силы и традиций старого общества. Бороться не будем. Раз мы ликвидируем диктатуру утрета, значит, не будет борьбы против всех сил и традиций старого общества, в том числе и идущих из-за рубежа. Ну, тогда нас берите голыми руками. Или вроде того, как я один глаз закрыл, а лучше второй. Нет никакой борьбы. Берите меня. У меня есть и армия, и вооружение, и всё, что угодно, и опыт колоссальный, и организаторы, и учёные, и всё, что угодно у нас есть. Но если вот эта армия, которая разложилась, которая, так сказать, не готова, не отмобилизована, а она мобилизована была начиная с 1917 года и до 1961. А в 1961 году её армию, я имею в виду политическую, демобилизовали полностью. И КПСС демобилизовали, и, так сказать, рабочий класс демобилизовали. А ну, вот легко человеку сказать. Я всё время говорил, вы должны готовиться. Вот Егор Николаевич готовится, будет трудно. Я говорю, всё, Егор Николаевич, можете отдыхать, идите покушайте, поспите, и вообще поверните на другой бок, ну, придут вас с этого, поднимут и сделают рабом. Вот ведь что произошло. Поэтому, когда мы обсуждаем вопрос такой очень острый о патриотизме и интернационализме, этот вопрос мы должны брать с точки зрения вот этого прогрессивного движения вообще империализма к превращению в свою противоположность. Это империализм превращается в свою противоположность. Империализм – это мама коммунизма. Коммунизм. И как так, классики понимали, там, вот Марс говорит в критике ГОСКО программы о том, что это при социализме есть родимые пятна капитализма. Только что значит родимые? А кто родил? Что это? Вот всё большевики только вырвали его. Вот просто собралась группа людей и перетащила, как некоторые рассказывают, их на социалистический путь. А что, а что, и в Китае тоже, значит, опять большевики, и во Вьетнаме опять большевики, и в Корее большевики, и на Кубе. Да Фидель Кастро был настоящий революционер, а настоящий революционер должен прийти к коммунизму. Потому что он понял, как многие поняли и в России, что настоящий революционер обязательно будет коммунистом, но только не в том формальном смысле, который был там в хрущёвский период, а в том смысле, в каком это понималось при Лене и при Сталине. То есть, коммунизм – это человек, который борется за счастье всего человечества, а не только за своё мессианское счастье, чтобы среди него было корыто, и он в этом корыте мог бы хлебать то, что туда нальют. Вот с точки зрения этой перспективы, социалистический патриотизм предполагает интернационализм, интернациональную борьбу рабочего класса за движение в сторону создания Всемирной Советской Республики. Как вот Ленин эту задачу поставил. Управляемый пролетатом всех стран. Ну, если мы идём к созданию Северной Советской Республики, значит, каждая революция в отдельной стране – это кирпич, это дело. Значит, каждый этот кирпич надо твёрдо поставить и не дать его разрушить. Это патриотизм. А общее движение к строительству этого дома, этого государства, советского всемирного государства, управляемого пролетариатом всех стран, это вот наше общее здание, это наша интернациональная задача. Где тут противоречия? Нет тут противоречия. А если вы так строите дом, что вы не можете ни на что встать, вам не на что встать, у вас что-то такое великое строится, и вы можете оттуда упасть и разбить себе ноги или разбить себе голову, тогда это никакой не интернационализм. И вот в этом направлении ведут свою пропаганду нынешние терраскисты. Они вот так это понимают, всемирную революцию. Действительно, это всё в России, это всё, это несерьёзно. Не надо думать об этой России, не надо смотреть, что в результате нашей революции стало. Это всё не настоящее, настоящее всё на Западе. Вот я был на Западе, разговаривал в Бельгии, как раз в городе Ипор. Сидятся, профсоюзники, значит, пиво пьют, ну и меня спрашивают, допрашивают. А как у вас то, как у вас всё? Вот, говорит Михаил Васильевич, вот, но с переводом. Вот, раньше, значит, у нас условия труда были хорошие, безработица была маленькая. Вот вы там не удержали свою революцию, вот вы не удержали советскую власть, социализм, вот теперь у нас безработица. Смотри, вот один за другой. Нет конкурента, конечно, не нужно стараться. А я им ещё говорю, вот Ленин сколько раз говорил, что наши, мы тут, конечно, не очень культурный народ, у нас вот культурная Европа, там особая культура, вот они гораздо более культурные. Ну, то давайте теперь, вот ваша очередь, давайте вы начните, а мы сделаем движение. Руки прочь от социалистических стран Европы. Это посмотрели? Так, давайте лучше пить пиво. Как-то им это, они всё думают, что Россия должна всё время таскать им каштаны из огня. И наши, так сказать, деятели, троскистые, так сказать, давайте вот эту мы, Россию в топке, пусть она ускорит, и когда будет мировой пожар, то где-то там затлеет, и может быть ещё где-нибудь появится социалистическая революция. А это не в счёт. Ленин говорил, нет, давайте считать каждую социалистическую революцию, и каждого маленького ребёнка считать. Вот давайте, мы уже много насчитали, это не маленький ребёнок, полтора миллиарда. И сейчас без всякой революции, уже чисто экономическим путём, потому что темпы роста другие, и кризиса нет, вот эта доля социалистического сектора в мире увеличивается, а вот этого империалистического сектора сокращается. И, соответственно, сюда прибывают союзники к этому сектору, примыкают из числа буржуазных стран. И если Ленин говорил, что нам давайте мы с полупролитарскими трудящимися массами работать, а сейчас социалистический сектор в лице Китая и других соединённых, так сказать, государств социалистических, уже может работать с капиталистическими государствами, которые не хотят быть жертвой империалистической экспансии. А кто хочет? Давайте я выскажу гипотезу, а вы её либо опровергните, либо с ней согласитесь. Скорее всего, я соглашусь. Нет, не факт. Мне кажется, что вот эти вот революции на Востоке, они удержались по той причине, что в их основе лежало яростное сопротивление вовлечению в центральный, в периферийный капитализм. То есть, они сопротивлялись иноземному, либо ясно выраженному, как это было в случае с Россией, в виде вторжения Антанты, интервенции Антанты, либо какому-то экономическому проникновению крупных западных держав, англо-американского, западноевропейского капитала. И в процессе этой революции, своих революций, эти восточные страны решали одновременно задачу и интернациональную, и патриотическую. Потому что, по сути, для каждой из таких стран, и для Китая, и для Вьетнама, и для Лаоса, это было сопротивление иноземному нашествию в той или иной его форме. И, сражаясь за социализм, они сражались против капитализма, сражались за свою независимость. Ну, я, конечно, соглашусь с тем, что вы сказали, как я и предполагал. Вот так я немножко вас знаю, и думаю, что вы зря такую гипотезу не уйденете. Но я бы даже её переформулировал. Они сражались, они поняли из своего исторического опыта. А опыт у них очень простой. Они всё время были колониями, то французскими, то японскими, то американскими. То есть, и выхода у них никакого не было, если они остаются капиталистическими. То есть, стать самостоятельными. Как-то реализовать свои патриотические чувства, которые сводились к тому, что всё-таки был Вьетнам, была страна утренней свежести Кореи, что был Китай, который порох изобрёл, эпичность там была особая, и культура очень высокая, древняя. Вот они не могли отстоять свою самостоятельность и не могли защитить свою страну, не став социалистическими. Даже сейчас у них там ещё переходный период, ещё далеко до социализма. Может быть, столетия. Согласен, это очень важно. Единственное, то есть, это совершенно точно, что никакого выхода, потому что они так бы прозябали бы, их эксплуатировали, их закидывали всякой дрянью, я имею в виду, эксплуатировали их ресурсы, вывозили бы туда радиоактивные отходы, они бы умирали, а золотой миллиард существовал бы за счёт них. А вот теперь за счёт них не получается. Вот пусть золотой миллиард внутри себя теперь это решает, как это сделать. То есть, ситуация с золотым миллиардом обосрелась. Вот. Теперь вернёмся к революции в России. С моей точки зрения, в России произошла та же самая ситуация. Хотя Россия действительно занимала пятое место в доле мирового промышленного производства, там 5,3%, кажется. И в России достаточно бурно развивался капитализм, но Первая мировая война создала условия для колонизации России, в первую очередь, англоамериканским капиталом. Потому что именно российский организм государственный первым, скажем так, хрустнул под напором вот этой мировой империалистической войны. А финансовую систему уже, так сказать, на себя в другом перетянуло. Мы же все в долгу были у Франции. Уже отчасти у Франции, но за годы войны Англия вышла на первое место по объёму долга внешнего, но и Америка тут уже появилась. То есть, были отчётливые планы забрать в концессию себе, в кабальную, причём транссибирскую магистраль. Вот у американцев в 1917 году, поэтому желающих пограбить Россию в этот момент было, ну, все-все, в общем, желали её пограбить, и непонятно, как царское правительство или как временное правительство справилось бы с этой задачей. Да, это уже понятно, царское не справилось, временное точно не справилось, поэтому получилось, что осталась одна альтернатива. Большевики, так получилось. Да, давайте сформулируем правильно. Суть в том, что в логике капиталистического развития Россия превращалась в страну-онцейдера. Да, я думаю, что её и расчленили бы, конечно. Как её расчленили сразу после 1991 года. Что произошло? Россия, что такое Советский Союз? Это определённая форма существования российского государства. Чем она отличается по территории от царской России? Польши и Финляндии. Вот это вся та же самая территория, все те же самые люди, все те же самые нации и национальности. Значит, вот действительно большевики это всё собрали, ну, как только большевиков прогнали или большевики сгнили, превратившись в ревизионистов, что произошло? А сразу распалась эта Россия, и сразу от неё отвалились. Казахстан, которому, между прочим, 42% было казахов в своё время. Вот Казахстан отделился, Узбекистан отделился, ну и так далее. И вся эта Прибалтика, которая теперь моет горшки европейцам, и из которой уезжают люди на запад, и, скажем, из той же Латвии уехало уже 600 тысяч из полутора миллионов. И дело может кончиться тем, что уезжают латыши, а русские остаются в Латвии. Скоро будет там русская Латвия. Может, русская Латвия скоро попросятся в Россию. То есть, никаких перспектив. Там и той же Эстонии, у которой, конечно, есть сланится, и больше ничего. Потому что все крупнейшие предприятия, я вот как раз примерно вот в эти события объездил эти самые страны, мы сам смотрели, что на крупнейших предприятиях всегда, так сказать, в основном русскоязычный коллектив. И на всех крупнейших промышленных предприятиях, вот там народ бастовал против того, чтобы, так сказать, угнетать представителей других наций. Вот, поэтому там все это рассыпалось. И это не просто они отделились и разделились, а они теперь представляют собой, ну, задворки Европы. Это Латвия, Литва и Эстония, задворки Европы, которые никакой самостоятельности не имеют. И вообще, вот Ленин специально писал об эгоизме малых государств. Они вот думают, что они вот все это выделятся, они станут самостоятельными, а им нужно или туда прибиваться, или сюда. И в условиях такой же жесточайшей борьбы, которая в мире идёт, никакого другого выхода нет. Если вы не будете зависимы, так сказать, от прогрессивного государства, вы будете растоптаны реакционными государствами. Вот, если люди хотят быть патриотами, им нужно подумать, куда присоединяться, а не думать, что они в современном мире могут самостоятельно существовать. Вот существовал Ирак самостоятельный. Нет Ирака самостоятельного, он уже не самостоятельный, и он уже не светское государство. А Ливия вообще разделена на куски, и там вообще никакого государства нет, три правительства. И один генерал, который говорит, что он всё это соберёт. Так что вот судьба. И эта судьба вот у нас прямо перед глазами разворачивается. Что делают с теми странами, которые ослабеют? Или которые думают, что они в современном мире могут удержаться? Поэтому вот я думаю, что задом тянутся, скажем, крупные буржуазные государства, не являющиеся империалистическими, не эксплуатирующие, так сказать, другие государства и другие народы, они начинают пятиться к соц. странам. Как бы туда подвигаться, потому что другого спасения в современном мире нет. А вот такой вопрос, очень важный, на мой взгляд. Как вы считаете, может ли Россия сопротивляться нападению, агрессии англо-американского капитала, если она будет оставаться на националистике, если, точнее, она перейдёт на националистические лозунги, на националистические рельсы? Да нет, конечно, потому что, это же уже как бы ответ на этот вопрос уже есть. Уже российское государство уже соединилось с социалистическими странами, экономически, уже соединилось. Она же, никто её не собирается с ней соединяться, с Россией. Те хотят её только уничтожить. Зачем делаются санкции, чтобы у вас всё рухнуло? Ну хорошо. Откуда мы возьмём станки? Из Китая. Откуда мы ещё возьмём станки? Из Тайваня. А Тайван – буржуазное государство. Ну какой смысл Тайваню не продавать, когда Китай всё равно продаёт? Так они хоть прибыль получат, у них тоже хочется что-то существовать. Поэтому Тайвань тоже поставляют. Белоруссия поставляет. Больше никто нам не поставляет. Поэтому у нас выхода другого нет. Выход у России сейчас один. Если вы хотите устоять, даже экономически, не только политически, но если не устоите экономически, у вас те ракеты не будут летать, и военное снаряжение не будет сделано. Значит, единственный выход в условиях, которые нас поставили сейчас, Россию поставили, это соединяться со странами экономически. Политически мы, конечно, всё различаемся полностью. Ну, у нас только полностью, но если мы соединяемся, значит, и сюда китайцы будут приезжать и цветы Ленину, разлагать так. Мавзолей надо держать открытым. Вообще не надо кричать против Ленина. И не кричат сейчас против Ленина. На то, чтобы нападать на Ленина, наложено табу. Только продолжают те же самые с вами взаимлечься на своё, так сказать, мнение. Продолжают в этом же самом духе, потому что они враги вообще России, и враги не вообще социализма, а они враги, так сказать, социалистического патриотизма, и любого мелкобуржуазного патриотизма. Они вообще против России. Но живут здесь, потому что здесь прибыль больше. Они на Западе такие, никому не нужны. А их нужно здесь вот именно существовать, тогда они будут иметь соответствующие средства. У нас же очень много здесь врагов в России, которым здесь богаче жить, чем на Западе. На Западе они никто будут. А здесь они выступают и там, и там, и там, и всё слушают. Причём граждане иностранных государств, как тот же Познер. Почему он у нас учитель молодёжи, гражданин США? У нас что, не хватит? Я вот, допустим, русский патриот. Никакой не националист. Но я не понимаю, почему у нас гражданин США должен выступать и брать интервью у наших лучших, там, артистов наших, замечательных певцов, музыкантов, писателей. Что, у нас некому взять интервью? В чём дело? Я думаю, дело в том, что всё-таки он умеет это делать хорошо. Он умеет делать хорошо в своих интересах, да? А что значит хорошо? Я не очень понимаю, что значит хорошо. А он умеет, знаете, что такое делать хорошо? Я вот немножко знаю, что такое печать. Я главный редактор уже 96-го года. Если я пойду брать интервью у великого человека, будет вот такое интервью. Я буду брать, я не умею брать. А если я пойду к какому-нибудь пустяковому человеку, будет отвратительное интервью. И всё, вот эти великие люди, великие люди и дают свой свет вот тем, кто в них берёт. Поэтому искусство здесь состоит в том, идите брать интервью только у великих, и вы будете великим репортером. Что тут такого непонятного? Я думаю, это совершенно очевидно. Потому, что люди – это глупость. Они скажут, они скажут оригинальные вещи, вам останется записать и задавать вопросы. А вот задавать вопросы – это невеликая наука. Ну что ж, получился очень интересный диалог, на мой взгляд. Давайте подведём итоги. Давайте. А итоги, я думаю, такие, что, во-первых, надо иметь правильное понятие мировой революции, как целые эпохи, обострённые классами борьбы, революции и контрреволюции и революции в самых разных странах. В соответствии с тем, что теперь в условиях империализма не в раз делается революция мировая, а она делается так. В одной стране, в другой, в третьей, в четвёртой, что подтверждается уже целой цепью государств, о которых мы говорили. То есть, всё подтверждается полностью, вот эта вся теория, что только вот таким образом, поодиночке, в одной отдельно взятой стране. И каждый раз в одной отдельно взятой стране померится заревание условий и международных, и внутренних. Соответственно, в соответствии с этим чувство патриотизма и борьба за патриотизм совпадает с этим направлением, потому что, с одной стороны, государства могут быть самостоятельными в современном империалистическом мире и только становлясь социалистическими, или сотрудничать с социалистическими странами. И другого способа просто нет. Это раз. И то есть, чувство патриотизма может быть удовлетворено вполне, если вы боретесь за социализм в своей стране, прежде всего. И если вы защищаете социализм в своей стране, или борьбу за социализм в своей стране. Поэтому на сегодняшний день патриотические чувства вполне совпадают с направлением социалистическим. И воистину совпадают вот с интернациональным долгом мирового пролетариата. В том, чтобы... А в чём состоит этот долг? А чтобы все люди имели условия для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития. Это цель социализма – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Кто против этого? Против тех, которые хотят жить за счёт других людей. Отличный вывод. А на сегодня всё. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok